библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги Иисуса Новина я читаю для библейского портала экзегет перевод российского библейского общества ну еще одна глава про войны из тех глав которые не хочется перечитывать потом да даже и первый раз считать неприятно всех убили но давайте прочитаем я очень кратко напомню свою основную мысль Израиль начинает свой путь он толпа беглых рабов в пустыне которые ничего не слушают которые ни к чему еще не готовы он войско сплоченное готовое к действию огромный прогресс на границе с обетованной землей он жестокий завоеватель здесь но завоеватель в отличие от многих других завоевателей вплоть до нашего времени который не для себя ищет славы захвата имущества территории убийство своих недругов а исполняет волю божию как он ее на тот момент понимает мне кажется потом израильтяне особенно в служении пророков начнут понимать ее глубже полнее и поэтому их действия будут менее кровавыми но пока вот так пока нужно сначала из толпы беглых рабов создать народ готовый к действию потом этому народу дать какую-то определенную цель повести его к этой цели эта цель должна быть не их благополучие исполнение воли божьей вот здесь это и происходит пока к сожалению с реки на крови когда я вин царь хацора но еще один город хана довольно большой узнал об этих событиях он послал гонцов к и увау царю мадонна к царям шимрона и ахшафа к царям что правили на севере в горах в орданской долине к югу от озера кинерты в предгорьях и на западе в нафот дори это уже северная часть хана до сих пор нашла война в южной вот теперь северная часть он созвал хананеев с востока и запада а также амариев хетов перезеев и ивусеев что жили в горах и хивеев что жили у подножия хермона в земле митспа то есть смотрите уже большая такая коалиция северных племен и они уже осознали свою опасность все эти цари выступили в поход со своими воинами многочисленными как песок морской с огромным множеством коней колесниц соединив свои войска они стали лагерем у миромского ключа готовые сразиться с израильтянами но господь сказал иисусу не бойся их я обещаю что завтра к этому часу все они будут убиты израильтянами ты перережешь жилы их лошадям и сожжешь их колесницы а перерезать жилы ну то есть сделать их непригодными для того чтобы они везли колесницы или на них кто-то ездил тоже жестокость по отношению к лошадям но для них это то же самое что современное например было бы там взорвать дуло пушек да но целую пушку уничтожить трудно она большая а если дуло взрывают туда там кидают какой-то заряд и это дуло разворочено полностью после взрыва то пушка непригодна вот тоже самое перерезать жилы коням ну и колесницы тоже отдельно упомянуты почему потому что израильтяне пешком воюют у них нету этого супероружия для хананеев главное оружие это колесница на конях они скакать еще не очень могут потому что кавалерия в чистом виде еще и особенно не существует а может быть отдельные какие-то разведывательные группы скачут а колесница запряженная обычно парой лошадей это такой танк древности да то есть передвигается быстро трудно уязвимы для пешего воина и можно обстреливать из лука можно еще колесам приделать косы которые вращаясь режут ноги тем мимо кого проезжает но в общем страшное оружие поэтому уничтожить колесницы это собственно взорвать пушки расплавить танки как бы мы назвали сегодня иисус со своим войском внезапно подступил к миромскому ключу и напал на врагов господь отдал их руки израильтян израильтяне разбили их и преследовали вплоть до великого седона до месрефот маема и до самой долины митспе на востоке они перебили их всех до последнего человека иисус поступил с врагами так как велел ему господь перерезал жилы лошадям и сжег колесницу ну вот уничтожил возможность им заново собрать такое войско повернув назад иисус захватил кацор и убил его царя до того времени хацор был главным среди окрестных царств а действительно ханаан представлял собой не единое государство такую конфедерацию очень свободную где множество городов и маленьких городков были относительно независимы но конечно они друг друга как-то поддерживали по необходимости и хацор выделялся среди них все кто жил в городе израильтяне перебили мечом уничтожили придав заклятию никого в живых не осталось иисус жёг хацор про заклятие по еврейских хэром наверное уже нет нужды повторять это вот такое уничтожение скорее ритуальное нежели для каких-либо длинных целей вот потому что это такая скверна которая не должна остаться на земле это связано с их идолопоклонством захватив этих царей города иисус всех истребил уничтожил придав заклятие как велел ему моисей раб господа но города стоявшие на холмах израильтяне не сожгли один лишь хацор был сожжен иисусом тут такая появляется оговорка что все-таки не вся земля была окончательно покорена в тот момент оставались какие-то пункты сопротивления добычу и скот из захваченных городов израильтяне брали себе но людей истребляли мечом всех до единого никого не оставляя в живых так господь повелел моисею своему рабу так моисей повелел иисусу так иисус и сделал не отклоняясь от повелений которые господь дал моисею но в целом все понятно да то есть вот книга подчеркивает что это по воле бога еще еще раз пожалуй единственное что значимо для нас сегодня в этой книге что господь говорит израильтянам вы это сделаете ради меня не ради себя израильтяне идут на эту войну ради бога иисус завоевал всю страну горы весь негеф негеф это пустыня на юге всю область гошин шефилу шефила это предгорье между собственно нагорьем центральная часть ханаана и побережье долину иордана иордан течет север на юг да это уже восточнее нагорье а также горы и предгорье израиля все земли от горы халак что предгорье хсеира это и дом до балгада что в ливанской долине у подножия хермона это уже голландские высоты всех царей этой страны иисус захватил и предал смерти но война с ними была долгой ни один город никто кроме хивеев живший гаваони не заключил с израильтянами договора о мире важная оговорка помните мы читали про гаваонитян они там прибегли к хитрости но как бы то ни было заключили договор с израильтянами и соответственно был другой вариант просто никто кроме гаваонитян об этом даже не подумал не попытался все города израильтяне брали с боем господь побудил эти народы решиться на войну с израильтянами для того чтобы израильтяне уничтожили их придав заклятию чтобы не было этим народом пощады чтобы все они были истреблены как повелел господь моисею вот мне кажется здесь один из тех текстов где надо делать поправку на человеческое восприятие как израильтяне поняли это да там же говорилось что вот эти народы они нечестивы что они совершают какие-то ужасные жертвоприношения том что детские насколько мы можем судить и вот надо это прекратить и на тот момент израильтяне видят только один путь это полное их уничтожение вот так они это расслышали мне кажется я могу только такое объяснение предложить этой жестокости но наверное это не единственное и не уверен что самое правильное объяснение в ту пору иисус совершил поход против анакимов и истребил их всех по всему нагорю анакимы довольно непонятно какой народ ну такой почти легендарные до какие-то особые богатыри вот видимо имеется ввиду что ну вот если кто и оставался какие-нибудь анакимы анакимы это почти такие гоблины или эльфы да вот такой народ о котором толком никто ничего не знает но вроде тоже они были в древности истребил их всех по всему нагорю в хевроне довери анави по всем городам иудея израиля всех анакимов вместе с городами даже ни один не упомянут то есть повествователь толком и не знал что за города он уничтожил придав заклятию в земле израильтян не осталось ни одного анакима они оцелели только в газе гать и аждоде это прибрежные города на юге ханаана которые потом будут захвачены филистимлинами но филистимлин еще нет они придут попозже то есть вот где-то на периферии остались какие другие народы но и потом филистимлин и соответственно будут уже занимать их города завоевав всю эту страну как и обещал господь моисею иисус отдал его владение израильтянам поделил между племенами в стороне высадился покой война окончилась фух наконец-то о чем-то другом поговорим книга же довольно длинная еще но ведь в завоевании это не самоцель это средство правда еще надо будет прежде чем перейти к цели подвести итог завоеванию это будет следующий 12 главе а